так всем привет привезли вот на ремонт вчера компьютер проблема была не могли поставить драйвер звука какие-то проблемы с виндовсом то в синий экран выпадает и еще что то то есть открыл я снял вот материночку естественно что тут видит сдутые конденсаторы сдутые кондеры то есть первое что надо сделать это естественно их поменять около 10 штук получается то есть вот приготовлены конденсаторы будем их сейчас менять меняем как есть в принципе опять же паяльная станция ну я уже как-то привык мне мне как-то проще вот обычным паяльником обычный совдеповский паяльник наш знаменитый сейчас не знаю наверно таких и не выпускаю то есть он не заземлен ничего вот сколько он уже за свою жизнь кондеров поменял ни разу нигде проблем никаких не было то многие кричать будут надо обязательно заземленный паяльник там руку заземлять запястье когда поешься бред не знаю на практике ни разу такого еще не случалось после него какие-то были проблемы так вот поменяем посмотрим так продолжаем нашу эпопею с материнской платы к сожалению времени не хватает сейчас хотел за один день сделать не получилось вот третий день уже у меня эта история продолжается поменял уже пять штук конденсаторов осталось еще шесть еще шесть штук осталось поменять ну по-прежнему спаяем вот этим паяльником может не знаю будет время сегодня попробуем паяльной станции поменять один я вам скажу не знаю мне мне все равно легче этим паяльной станции если я начинаю феном топить методы конденсатор надо держать не рукой он уже прилично нагревается а пинцетом это уже неудобно если потом как-то сделать такой зажим чтобы плата вот в таком положении было тогда еще как-то можно не так часто это делаю такую работу ради этого зажимчик искать не охота на сладик пришел оператор ну вот давай покажем что как мы этим паяльником только включил нагреется софт депо вский топорчик ну давайте вот это да питание моста сейчас поменяем остальные вот он конденсатор нормально там владик освещения не вот у нас ножки его с этой стороны теперь смотрите вот этот паяльничек он должен быть чистый да андрюха там над филе да надфиль плоский да надфиль он напильничек но ты знаешь что такое да плоский это не где-то не плоский это треугольник но я только брал у тебя его вчера вот жало паяльника должно быть когда в материнскую плату мы поймем чтоб нигде не дай бог там не закоротила не капнуло лишнее олова должен быть чистенький и сухой то есть никакого олова можно хб тряпкой влажненько снять вот кстати вот это жало на этом савдеповском паяльнике просто кусок меди его можно чистить над фильком на паяльной станции смотрите здесь специальное покрытие здесь ни в коем случае нельзя напильником пилять только влажной тряпкой хб не синтетика хб то есть разогрели до нужной температуры потом влажно этой тряпкой там вообще специально есть шла в наборе как губка такая влажная то есть вытирать там напильником нельзя шкрябать пожалуй вы просто снимите покрытие ну и убьете пожалуй все смотрите вот чистая жала совершенно чистая даже в канифоль его не капаю вот кстати у меня спирта канифоль я пользуюсь флюсы не покупаю сейчас сейчас мало стало работы с компьютерами просто взял спирт обычный спирт вот этот кстати нет уже и добавил туда стружки канифоль и просто наломал куски канифоль и вот она там за несколько дней растворилась вот и все вот ну выпаиваем не надо наверное ничего тут никакой канифоль и так вот смотрим а вот этот конденсатор я беру его с этой стороны рукой беру рукой держу то есть преимущество паяния паяльником обычно он не нагревается берем его сейчас вот он нагреется до своей температуры ну вот уже вроде теперь берем одну ножку сначала греем берем или греем хорошо греем и пытаемся как бы увидим улова начала расплавляться в одну сторону немножко вытаскиваем ножку не сразу всю по чуть-чуть еще не нагрелся паяльник хорошо надо прогревать чтобы не вырвать с другой стороны дорожки они с двух сторон идут если насильно будете тянуть просто повырываете все с корнями там и выкинете материнку на мусорку вот видно да улова начинает расплавляться видите да ножка ушла я ее всю не вырвал чуть-чуть вытащил теперь вторую ножку также прогреваем хорошо пока ничего я не делаю не тяну я увижу когда жидкая олова станет и тогда по чуть-чуть начинаю вытаскивать просто втянув в другую сторону как система рычага получается это ножка еще держит а я в сторону просто конденсатор тяну в сторону не на себе не вниз тяну вот а сторону направляю то есть вот смотрите вот он конденсатор видите я его в раз в одну сторону вот сюда подтянул мы эту ножку выпаяли теперь я туда вверх буду тянуть смотрите заново греть придется греем сейчас паяльник на свою рабочую температуру выйдет вот видите вот тяну 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 аж со скрипом но все тут можно вытаскивать в принципе уже но не вытащил ладно сейчас эту еще раз то все следующий этап мы уже полностью вытаскиваем его опять хорошо греем не торопимся прогреваем то есть поняли без всякого флюса без ничего сейчас потому что под плюсом бывает закрываются дорожки не видишь что ты там натворил но тут все сухо красиво вот ребята сели у нас батарейки в очередной раз фотоаппарате они меня уже задолбали постоянно самый неподходящий момент надо будет как-нибудь сделать блок питания тоже сниму вам соберу блок питания на этот на эту камеру все равно снимаем в помещении нам принципе не надо до аккумулятор эти новые покупать и так продолжаем значит одна ножка у нас уже вышла вторую ножку опять прогреваем хорошо все все вот он видите вот он этот конденсатор вот видно как он сдулся значит это у нас 10 вольт 1000 микрофарад значит все в трупы его ставим другой 10 вольт 1000 микрофарад хотя он и размерами поменьше ну по современнее просто и так я еще вам не рассказал тут кстати видите есть отверстие для такого типа конденсатора то есть вот был побольше размера видите у него вот ножки соответствовали вот этим выводом но тут материнке даже предусмотрено отверстие для такого типа видите вот что-то тут все черно это с того конденсатора похоже грязь какая-то вылезла там надо протереть это дело так протереть конечно надо спиртиком сейчас мы капнем протрем смотрите все чисто все то есть какой-то черный налет с того конденсатора вылез страну первый раз такое верю что с ним что-то вылазило ну наверно ну да вот он вздул вздул саж что-то с него повылазило так вытерли хорошо батарейку я проверил 3 вольта тут все нормально то есть по идее вот эта проблема этого компьютера была в этих вздутых конденсаторах я же рассказывал там начали их мы причина была какая мы пришли к другу вот моего друга компьютер это и не было звука после переустановки виндовса пропал звук ставим драйвера родные все звука все равно нет ставим другую звуковую карту все равно не появляется начинаешь там какие-то программы ставить другие все ничего не появляется то есть ошибки ошибка считывания файла пишет открыли как глянули а тут елки-палки тут 11-12 до кондеров сдутых так не забывайте еще ребята вот у конденсаторов электролитических есть минус вот минусовый есть плюс то есть поменять местами он просто вздуется и хорошо вам хлобы снит обязательно надо соблюдать полярность на материнских платах вот видите закрашенная часть может быть штрихового штрихом закрашена это минус минус и как правило заметьте в материнке видите все кондеры минусом ко мне вот сейчас все минусом ко мне смотрите ни один не повернут наоборот то есть вот так рассчитывают монтаж плат они все смотрят на меня минуса смотрите с любой возьмите все смотрят на меня то есть но я думаю не ошибетесь теперь вот у нас ножки обрезаны до под размер все заложены представляем теперь представляем к этим отверстиям не отверстием можно кстати иголочкой я вот обычно беру иголку вот шприца вот это инсулиновый шприц самая тонкая игла и можно приставить вот сейчас я покажу можно отверстия прочистить и потом вставить прямо туда ножки ну со временем учишься как-то я знаю быстро вставил не чистить не чистяну ваник с ними видно хорошо так же само греем греем с вот этой стороной жало что свет не важней вот так поближе лампу греем иголочка с нержавейки она не припаяется у вас теперь ее приставляем вставляем в это отверстие покручиваем вот так слабоват даже паяльник для этого иголочка у меня все на конце согнулось сейчас я ее выровняю опа ай не могу не хватает температуры не хватает температуры вот тут как раз феном то и лучше вот это вот эту операцию делать паяльной станции то есть видите не хватает температуры сейчас игла сразу на себя все отбирает я не могу разогреть вот она разогрелась улова только я иглу ставлю все она сразу кристаллизуется все я не могу плюс еще это вывод видите на большой площадке медной его очень тяжело прогреть то есть вот этот легче будет прогреть у него там небольшая с другой стороны площадка все видите вот смотрите мы прочистили отверстие вот свободно вытащили теперь с другой стороны покажу как это выглядит там резкость проверяй хорошо хоть видно сильно близко не надо тогда резкость будет нормально то есть вот видите эта дорожка смотрите она насквозь идет все вот это я так и не удалось у нее с этой стороны площадка медная и тяжело нагреть из-за этого то есть паяльник надо еще помощней этот у нас по моему 40 ватт 40 ватт да 40 ватт 40 ватт 40 ваттный паяльник сто лет уже ему то есть наверное ватт 60 было бы как раз немножко его не хватает теперь конденсатор он легко входит в это отверстие мы можем вставить нормально его и все ну я же второе не не удалось мне разогреть ладно сейчас может попробовать станция да владик что то мы уже не включали какие деньги отдали за нее и не пользуемся очень редко все блин обычный паяльник так я уже забыл как она включается так фен да сейчас вот фен тут у нее датчик вот вытащил все она пошла греться так сколько мы там выставим так это аэро это что у нас вентиляция подача подача воздуха а это за датчик так у нас 360 370 это мы задаем температуру которая нам надо чуть дальше снимаете аж резкости выпадает 450 ставим ставим 450 ну так пробуем сейчас сейчас она выйдет на свою температуру уже вышла да да ну давайте попробуем сделать ту же операцию феном иголочка наготовим так и не думает плавится тут скорее всего бессвинцовая туго плавкая голова то есть там температуру больше надо выставлять не даже не пытается давай больше температуру 500 давайте дадим ага тут 480 максимум все больше станция не дает ну в этом случае конечно флюз помог бы хороший флюз взять то есть быстрее тогда расплавляется но не купил хороший был закончился нужно капнуть сейчас спирта канифоли и попробуем на сухую не нравится мне феном то есть плата вся греется не именно вот это место мне надо вся плата нагревается руки невозможно держать уже здесь все вот мы прочистили второе отверстие все есть два отверстия у нас есть ну в принципе да феном взял ладно вставляем конденсатор тут вся плата горячая наверное все таки лучше просто паяльником не забывайте полярность вот вставили да мы его ну запаивать конечно паяльником феном тут не надо вот когда уже запаиваете тут уже надо канифольчика сейчас мы одну ножку прихватим чтоб не держать вся плата ребята горячая ой у меня аж печет там руку не знаю еще раз говорю обычным паяльником можно это все сделать так я вот одну ножку обычно прихватываю на сухую так все конденсатор уже не выпадет потом берем канифоль так там выключается фен фен не сразу видите выключается вот я его положил датчик сработал магнитный здесь он плавно его выключает чтоб он не сгорел смотрите немножко канифольки на ножку все да есть канифолька олова обычно хватает этого же которое здесь было теперь просто нагреваем все вот оно хорошо растеклось хорошо прогрели все есть одна нога вторая нога вот второй не хватает олова возьмем добавим немножечко олова все видите все красивая пайка канифоль очень легко убирается спиртом берем опять же какую-нибудь хб тряпку и спиртиком все это дело отмываем спиртика надо купить мало осталось спирт хорошо растворяет эту канифоль еще чуть-чуть все выключилось фен выключился только ж ни в коем случае одеколоном в нем могут быть всякие масла пропускать могут потом напряжение где-то то есть только спиртом все вот чистая пайка в принципе смотрим с этой стороны все конденсатор поменен ну таким же образом вот тут осталось еще целая куча у нас в камере уже батарейки наверное садятся тоже да это обычно я поставил севшие поэтому мы уже не будем тогда снимать весь процесс потом включим покажем когда мы компьютер когда мы поменяем конденсаторы обязательно надо будет провести тест тест памяти то есть все тесты вот это мы покажем в следующем видео а потом уже ставить windows и все остальное то есть надо всегда протестировать в первую очередь память потом там жесткий диск посмотреть на плохие сектора проверить ну вот так вот все в общем всем пока до следующего видео то есть и 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